Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о выступлении российских команд в Лиге Чемпионов и сосредоточимся на Санкт-Петербургском Зените, который сейчас готовится к важнейшему матчу против Брюге. И вот в преддверии этой встречи мне стало интересно, а что же пишут бельгийские фанаты касательно данной игры. Давайте разберемся. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии фанатов Брюге на эту тему. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Многие из вас наверняка делают ставки на спорт и мне хотелось бы посоветовать вам тот портал, где ставлю лично я. Это сайт OneWin. Там очень удобный интерфейс, там эксклюзивные линии и очень простая регистрация буквально в один клик. Поэтому выводить деньги там можно без комиссии и в любой валюте. Вот, например, недавно я сделал ставку на Динамо в матче против Тульского Арсенала, потому что на победу Белоголубых дают хорошие коэффициенты 1,7. И хотелось бы отметить, что вы можете воспользоваться моим эксклюзивным промокодом COSTYA200. По нему вы можете получить 500% к первым четырем депозитам. Ну и плюс к этому хотелось бы отметить, что сейчас на сайте OneWin идет акция кэшбэк 30%. Если пройдете по ссылке в закрепленном комментарии и введете этот промокод. BZF написал. Что ж, нас ждет поединок двух команд, которые находятся в ужасной форме. Зрелищности это точно не добавит. Кто сможет справиться со своими проблемами, тот и победит в этой встрече. Ну что ж, у Зенита всего одна победа за последние пять матчей, у Брюги две победы за этот же период. Поэтому да, команды далеки от идеального состояния, и это действительно будет очень тяжелое испытание и для тех, и для других. Guitar Fan написал. У команд сейчас примерно одинаковые проблемы. Кто окажется удачливее, тот и выйдет победителем. Ну что ж, здесь можно провести действительно параллели, потому что обе команды в минувшем туре своих чемпионатов сыграли 0-0, потеряли очки. Ну а до этого проиграли свои матчи в Лиге чемпионов, поэтому да, вы знаете, они как братья-близнецы, идут примерно одной и той же дорогой. Но сейчас кто-то из них должен победить, потому что и у Брюги есть серьезные задачи, и у Зенита. Брюги борются за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Зениту, ну, Зениту хотя бы за третье место зацепиться бы. Ну, действительно, сейчас и у тех и у других проблемы, мы уже об этом много говорили, и здесь будет тяжело обеим командам. Ридлин, форма команд во внутренних первенствах, далеко не всегда является отображением того, как идут у них дела в Лиге чемпионов. Поэтому сейчас очень непредсказуемый матч нас ждет. Ну, в каком-то смысле это действительно так. Многие команды могут успешно выступать в Еврокубках до пары до времени, как Локомотив, например, но при этом иметь огромные проблемы во внутреннем первенстве. Впрочем, мы видели, что Локомотив сейчас пошел на спад и в Лиге чемпионов, к сожалению. Дэнни Баффало. Я верю, что у Брюги все получится. Мне сразу вспоминается тот год, когда Гент вышел из группы, в которой, кстати, тогда играл и Зенит. Действительно кажется, что эти русские сейчас даже в худших кондициях, чем Брюги. Я настроен позитивно. Думаю, этот вечер может оказаться запоминающимся. В сезоне 15-16 года Зенит занял первое место в группе, а Гент – второе. Ну и Скуби-Ду-Ду написал. Учитывая то, какие результаты показывают Брюги в последнее время, я не могу сказать, что меня переполняет энтузиазм. Напротив, я боюсь, что Зенит не только выиграет этот поединок, но и, что еще хуже, сделает это очень легко. Очень хочу оказаться неправ и буду всем сердцем переживать за Брюги, но предполагаю, что все окажется напрасным. Мы проиграем. Ну что ж, фанаты Брюги на фоне не самых удачных последних выступлений вот настолько депрессивны. Посмотрим, оправдается ли их пессимизм касательно результата для бельгийского клуба. Ну и не забывайте проходить по ссылке в комментариях на сайт OneWin, где вы можете воспользоваться промокодом COSTYA200 и получить бонус в 200% к первому пополнению.